В посылке Железная, это пригоря Торецка, осколком вражеского снаряда убита 15-летняя девочка. Дарья Казимирова получила смертельное ранение прямо во дворе своего дома. В этом году она закончила 9 класс и всего три дня назад отметила день рождения. Как все произошло, расскажет наш военкор Игорь Левенок. Красивая девочка была очень. Училась хорошо, дальше учиться мечтала, выпускной мечтала. Восьмого он не должен быть выпускной после девятого. Горе этой семьи словами не передать. От разрыва мины погибла 15-летняя девочка, внучка Елены Евгеньевны и Виктора Васильевича Даша. Трагедия произошла сегодня около 11 утра. Ребенок пошел в туалет. И пожалуйста. Только присела и пожалуйста. Оно взорвалось буквально полтора часа, метра два от туалета. Ну вот представьте, что с ребенком. Это произошло в поселке Железное, пригороде Торецка. Последний месяц учебы девочка жила у бабушки с дедушкой и ходила в городскую школу. Пенсионеры говорят, раньше мины и снаряды сюда не прилетали. Какие тут боевые действия? Вот три хаты на улице. Какие тут боевые действия? Вот южная, да, там что-то было. Вот оно где. Там стоят люди где-то. Я не знаю, но в той стороне стоят солдаты. Там, пожалуйста, между собой стреляйтесь. Причем лишители. Первый тревожный звоночек прозвучал вчера, говорит Виктор Васильевич. Вечером в огороде разорвалась первая мина. Утром внучку хотели отправить в город, но Даша попросилась остаться до полудня, чтобы приготовить обед. Даша готовила кушать, там в доме была. Я ночью он там пытался стекло поставить в доме. Взрыв, пыль, дым. Подхожу сюда, думаю, о, туалет мне поломало. Чуть ли не завалило дверь, приоткрываю, она лежит там внучкой. Все. Армейцы установили. Поселок Железное обстреляли из временно оккупированной Горловки. Из Донецкой области Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. По делу об убийстве каждого ребенка на Донбассе должно быть открыто уголовное производство. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко. По ее словам, такие факты Украина должна использовать в иске против России в международных судах. Продолжение следует.